Девушки отдыхают Капец, это кто такой? Кажется он нас запалил Он мощный довольно, слушай Он тоже в бинокль на меня смотрит, да? Кажется он нас спалил, все Сейчас он побежит Так, тихо, 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 тихо Надо забраться на гору Сейчас мы от него сбежим Давай-ка быстренько, Линк Ползи наверх Я не думаю, что сражаться с ним это хорошая идея Лучше мы его как-нибудь отбежим Надо взобраться наверх и понять Что мы с принцессой делали наверху Какие знания мы искали Горочка, конечно, не маленькая И вон там, где что-то летает Где птицы летают, скорее всего там Что-то находится Офигеть ты громкий чувак Кажется он что-то кастует Да? Он... Аааа, нифига себе, он стрелы в небо пускает И они потом на меня падают Жесть, с одной стрелой меня просто укокошил А, блин, ты посмотри на меня Я совсем не в броне Вот, теперь другое дело Давай хотя бы мы этого чувака сфоткаем Чтобы он у нас был Плохой снимок, надо поближе подойти Он достает лук Мне кажется, мы успели сделать снимок Левр зовут это чудище Ух, пронесло Офигеть, он стреляет Нет, это бесполезняк Даже с доспехами Думаю, что нужно просто вернуться к бабушке импи И сказать, что я кое-что вспомнил Но прежде чем мы отправимся к бабушке импи Я все-таки хочу попробовать обойти этого здоровяка по горе Кажется, он нас пока еще не запалил Это хорошо Ого Нифига себе Услышал странный звук Я сейчас тебе покажу, что я услышал В той стороне у нас Хотенский институт, вон он Вот она, эта деревня А внизу Ты посмотри на это Я первый раз такое животное вижу Если это вообще животное Смотри, какое оно здоровое Кто это, е-мое? Мне кажется, что это какой-то бог Или что-то типа того Зовут его Хинокс Попробуем к нему спуститься Надеюсь, это добряш какой-то Давай попробуем спуститься прямо ему на пузо Падаем Походный меч У него ожерелье из оружия Блин, я мог это все схватить Но я проваплил момент Боюсь, что это враждебное существо И мне надо валить отсюда Зря я спрыгнул к нему на пузо Очень зря Он что-то делает Что ты делаешь? Он березу оторвал Дружище, я не хотел тебя разбудить Я думал, ты добряш Ну да, действительно, он березу оторвал Блин, у него там Кстати, это циклоп Глянь на его глаз А где мой лук? Давай попробуем в этот глаз зарядить Нашу бомбу Кидаем Ой-ой-ой, камни-камни Камни полетели Лови еще одну Ну, кажется, мы что-то ему делаем Но непонятно, насколько это больно для него По-моему, ему по барабану Давай возьмем лук Попробуем пульнуть ему в глаз Пупсик Блин, промазываю Есть! Прямо в глаз попал Давай-давай-давай-давай Скорей-скорей-скорей-скорей-скорей Вот так вот тебе Он еще раз упал Опс, сломали Нашу палку-копалку О, стрела с молнией Интересно, это... Он стоит как раз в воде Ну-ка Отведай-ка стрел Нет, он не совсем в воде стоит К сожалению И эти стрелы не так эффективны против него Зато есть ледяная стрела Как насчет ледяной? Тоже не очень Как насчет огненной? Открой свой глазик, Пупсик Давай вставай Поднимай свой зад Жирненький Кстати, он в принципе безобиден Значит, берем свою волну Разбегаемся И вот так вот ему Он с жопой на меня Прыгнул Блин, а так хорошо шел, слушай Ладно, я понял, что мне сюда пока рановато Но хотя Если у меня была бы куча стрел И хорошее снаряжение Я бы его уделал, конечно Давай попробуем еще раз спуститься На него И взять с ожерелья оружие Аккуратненько спускаемся Сейчас мы у него свистнем Так, забираем, забираем, забираем Черт, что-то не успел здесь Походный меч и походный лук я у него свистнул Все Валим теперь отсюда Черт, скользко, дождь пошел Теперь горы скользкие Твоюши налево, давай Ну чего, погнали к бабушке Расскажем, чего мы там видели Уху Бабуля, я пришел Я такое там видел, ты не представляешь С меня даже вода стекает Попал под жесткий град Раз к тебе вернулись кое-какие воспоминания И ты знаешь, что связывало тебя с принцессой Я хотела бы тебе кое-что дать Возьми, пока я не забыла Что там? Туника воина? Я в этой тунике как раз был в воспоминаниях Когда-то давно Эту одежду разрешалось носить Лишь заслуженному уважению Королевского дома Хайрула Надев ее, можно видеть силу монстров Можно видеть силу монстров? Мне это чертовски нужно Крутая туника Это твоя туника Я хранила ее по просьбе принцессы Ее сшили специально для тебя Когда ты был выбран воином Береги ее Офигенно Давай-ка попробуем надеть Надеть Ну слушай, неплохо так смотрится, да? Так, давай теперь покрасуемся Перед бабушкой импой Ну вот я одел ее Я словно в прошлое вернулась Сто лет назад ты тоже всегда ходил в туники воина Линк Спаси принцессу Спаси нашу Зельду Ну конечно я в ней постоянно ходил Если ее сшили специально для меня Она даже пахнет Сто летним потом Кстати Мы же добыли с этого ожерелья Походный меч А я В Хэтенском институте Обещал одному мальчугану Показать этот меч Что ж Давай переместимся В Хэтенский институт Как раз детишки бегают В дождливую погоду Кто-то из них меня спрашивал про походный меч Точно не девочка Значит парень Привет Ого Это у тебя походный меч, да? Покажи Вот смотри Круто, да? Ух ты Вот это да Дедушка был бы рад это увидеть Спасибо, что показал Вот это тебе Что ты мне Он мне деньги подогнал, прикинь 20 красных рупий За посмотреть на меч Вот это бизнес, блин Показывай меч И зарабатывай деньги Дедушка сказал это дать тому Кто покажет мне оружие Так Что бы еще посмотреть Ааа, точно Ты слышал про Жезл огня? Блин, он у меня был Но он сломался Я эту штуку только в книжках видел А по-настоящему ни разу Если найдешь Покажи мне, ладно? Интересно Сколько он денег мне отвалит За жезл? Хе Поскольку у нас появился меч Есть возможность Теперь покосить травушку И поискать кузнечиков Что ж Давай мы этим и займемся Вот прям вот сюда Вот на середину выбежим И начнем размахивать Нашим Крутым мечом Опс Ой Ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Да что это я нарвался Такое Каменный Глыбник Блин Травушку покосить пришел И как мне уфигарить Вот так можно убить камень Ой Одно и знаю Точно Меч мы оставим Возьмем кувалду Не знаю Ушатаю я его или нет Блин Как он здоровый Как с ним бороться-то Мы уже поняли с тобой, что из земли он достает волны, делает себе руки и метает этими руками в нас. Вот сейчас, походу, он метнет. Ага, мимо. Слушай, а может у него бомбу кинуть? Блин, и фотоаппарат вообще не к месту. Где наша бомбочка? Эээ, бомбу бестолку. О, упал, на землю. Похоже, это был мой шанс забраться на него, да? Так, 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 так. Не успел. Оу! Хорошечно меня так придавило. Еще разокинем бомбу. Гранатами я только могу снести ему руки. Ага, и видишь, после того, как я ему сношу руки, он падает на землю, чтобы сделать себе новый. Ауч! Это было жестко. Срочно-срочно надо подкрепиться. Больше яблок, больше! Когда я захватываю цель, мне стрелочка показывает, что желательно бы снести вон ту штуку. Хорошо, да, попробуем с лука. Попробуем с лука туда забубь ехать. Не знаю, получится у меня это или нет. Есть, попали! Смотри, хпшечку мы отняли. Вот как с ним бороться. Ясно. Надо на него как-то забраться, слушай. Потому что стрел у меня всего десяток. И это крайне мало. Поджидаем момент, когда он упадет. Готовченко. Так-так-так-так-так. Забрались, забрались здесь. Колосмарь его! Главное, чтобы он нас не сбросил. Пошла вода горячая! Оу! Он все-таки может меня сбросить. И пока я его колбасил, с него что-то падало. Значит, повторяем процедуру. Кидаем гранатки. Подрываем ему руки. Сейчас он должен упасть. Залазим на эту каменную голову. Двигаться по нему, когда он встает, сложновато. Накручиваем наш молот. И... Наконец-то мы его сломали. Все! Кончился этот голем каменный. Офигеть, сколько с него барахла выпало. Янтарь. Кремень. Рубин. Ух, дорого-богато живет. Каменный голем. Пришел, называется, травушку покосить. И нарвался на такое. Достаем, значит, наш меч. И продолжаем искать кузнечиков. Только в этот раз я не буду вот так вот морочиться. Мы сейчас выходим на поле. Собираем энергию. И как крутанемся. Смотри, сколько их тут. А энергии-то больше нету. Целых три букашки пропустил. А ну иди сюда. Я еще один улетел. Как же мне вас поймать-то, а? Давай еще раз попробуем. Только всю энергию я не буду тратить. Так. Опа. Вот она. А ну иди сюда. Один пойман. Прямо передо мной. О, фею поймал. Отлично. Теперь у меня есть воскрешение одно. Все. Наконец-то. Это был последний бородатый сверчок. Ах да. Это же не бородатый. Мне куча комментариев написали. Ну ты че? Это же не бородатый-то. Бодрый сверчок. Ну и что? Мэни-вэни-пэни. Я принес тебе десять сверчков. Давай действуй. Давай скорее. Раз, два, три. Отлично. Все десять. Беру. Спасибо, что помог. Это тебе. Че ты мне дал? Серебряные рупии. Номинал. Сто рупий. Нифига себе. Да за сто рупий я еще пойду наловлю. Ну, а остальных я сам наловлю. Осталось всего девяносто. В погоне за мечтой. Ради великой любви. Ради примы. Я готов на все. Ой. Проговорился, блин. Хе, испалился Мэни. Желание любимой. Выполнено. Наконец-то я с этими сверчками закончил. У нас совсем с тобой нету еды. Видишь, в сумке просто пустотень. А на голодный желудок, как говорится, воевать нельзя. А не положено. Смотри, это что там у нас? Соль, что ли, лежит? Ну да, соль напоминает. И повырешка. Деревянный черпак. Кухонная утварь. Сделан из прочной древесины. Поэтому удар им может быть очень болезненным. Хе, по жбану кому-нибудь дать можно. Но, нет, спасибо. Повырешку я брать не буду. Мне бы разжечь костер. Давай попробуем поджечь наш факел от этого огня. О, блин, дождь пошел. Ну что за дела? Только покушать приготовить решил. Капец. Короче, я вздремнул. Сейчас уже следующий день. Попробуем еще раз поджечь наш факел. Данести его сюда. И чего-нибудь приготовить на этом огне. Отлично. Ну что, давай что-нибудь заморганим. Значит, возьмем перец. Конечно же, рыбу. Ну и, конечно же, хайрулея. Чтобы больше восстанавливало жизнь. Закидываем это все дело в казан. Опа. И чего мы там приготовили? Острая пряная рыба. Шикарно. Ну, покушать мы приготовили. Давай попробуем изготовить зелье. Берем, значит, лягушку. Рог богоблина. Ну и давай сердце. Посмотрим, что из этого выйдет. Получится ли у нас какое-нибудь зелье. Ну-ка, ню-ка, ню-ка. Чего мы там наморганили? Скорое зелье. Ускоряет сокращение мышц при всех видах физической активности. Беги, лазине по горам, плавании. Повышает скорость движения до уровня 1. Шикарное зелье. Наконец-то я дошел до этого фонтана. Дело в том, что я прикупил себе шлем. Хайлийский. Нужно бы его зачаровать. Потому что, как мы с тобой помним, если я зачарую весь комплект брони, я получу какой-то бонус. Вот мы сейчас это и посмотрим. Мы зачаровали этот шлем. Давай же наденем его. Ну, что могу сказать. Этот шлем не очень смотрится на мне. Лучше все-таки гонять с плащом. И вот какие дела. А какой же бонус мне теперь дает весь этот комплект? Никаких эффектов я не вижу. Похоже на то, что меня фея просто развела на деньги. Нам нужно теперь найти какое-то новое место. Пойдем подойдем к этому дедуле. Привет, дедуль. Ты прямо смеетишься? Что, ворот нашел? Да, нашел. Наверное, когда-то через эти ворота каждый день проходили сотни людей. Да, времена меняются. А ты мне найти что-нибудь другое не поможешь, что ли? Что ж, похоже, что дедок нам больше не поможет. Придется искать остальные 11 мест самому. Но, для этого мне нужно достать конякулу. Ого, дедуль, как ты шустро рисуешь. Как ты помнишь, в прошлой серии я... Ну, не я, а свиньи утопили мою лошадь. Ну, конечно же, не совсем утопили. Она упала в канал, из которого не могла выбраться. И даже по сей день она не может выбраться. И добрые люди в комментариях написали, что лучше бы тебе сходить на конюшню. Там-то ты ее точно вытащишь. Вот сейчас попробуем это сделать. Добро пожаловать в нашу конюшню. Здесь ты можешь зарегистрировать дикую лошадь. Это мы все знаем. И я хочу взять свою лошадь. Иго-го, бро на воле. Верните мне его, пожалуйста. Ты хочешь Иго-го, бро, верно? Верно. Красавица. Сейчас я ее позову. Секундочку. Спасибо, что подождал. Обращайся еще. Кстати, некоторые лошади очень выносливые. Могут долго бежать галопом. Спасибо вам, сударь, за мою лошадь. И совет. Наконец-то. Иго-го, бро, мы снова с тобой вместе. Я на коне, а ты подо мной. Значит так. Поскольку мы снова на коне. Давай откроем наш фотик. И посмотрим еще какие-нибудь интересные места. Вот это место я вполне могу предположить, где. Видишь летающую огромную птицу. В самом начале мы ее видели с тобой на плато. Я думал, что это инопланетная летающая тарелка. Так что вполне вероятно, что нам туда. Горы-близнецы. Ну а все остальные это прям слишком сложно. То есть получается мы сейчас с тобой стоим вот здесь. Вот они, горы-близнецы. И фотка сделана либо отсюда где-то. Либо отсюда. Еще раз смотрим на эту фотку. Если хорошенько присмотреться, то справа на сопках видна какая-то постройка. Так, здесь у нас есть какие-нибудь постройки справа? Нет, с этой стороны я не вижу. Так что скорее всего нам надо на другую сторону. Ага. Здрасте, товарищи бугаи. Лощадь такая моя подошла. Смотрит на эти танцеванцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Офигеть, бумеранг нашел. Круто. Ну-ка, давай попробуем его запустить. Хочу проверить. Хочу прям... Подожди, нет. Бумеранг возьми. А, бумеранг это оружие ближнего боя, да? Ладно, давай попробуем. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запускаем его мощно. Как мне его кинуть-то? Вот так вот? А, ну, конечно же, конечно же, его еще и поймать же нужно. Вот я дрява голова. Кстати, да, там вон, вон, светилище есть. Сейчас мы туда сходим обязательно. Лавлю-лявлю-лявлю-лявлю. Опа, поймал. Круто. Теперь кусты можно все срезать, смотри. А, ударился об скалу. Прикольно безделушка. Слушай, мне понравилось. Нежданно-негаданно, что здесь есть бумеранг. А, все, помчали. Приехали мы к светилищу, оно наверху. Придется забраться. Ну, прежде чем забраться, я нашел здесь какой-то светящийся черный камень. Давай попробуем его бомбануть. Оставим здесь гранатку. Шимысь! Оно разнеслось, и с него выпал янтарь. Полезные камни. Надо будет в следующий раз их подрывать. Светилище Редахи. Сойти вовремя. Хм, что бы это могло значить? Значит, у нас здесь есть кнопочка какая-то. Мы на нее встаем, и опускается вот эта штука. Скатывается шарик. Сейчас он упадет в заглушку. Выдвигается мостик. И, в принципе, вроде бы все, да? К нам подъезжает платформа. Блин, вы что, серьезно, что ли? Это же ведь испытание. Оно должно быть замороченное, чтобы голову поломать. Я тут кнопочку нажал и поехал. О, ты посмотри, тут еще одна кнопка есть. Встаем на нее. О, уже что-то поинтереснее. Ясно. Нужно эту платформу вовремя поднять. Значит, вот, уходим. Ага. Все получилось. Сейчас так же, наверное, вот эта платформа отъедет. Прямо туда. Ну, это слишком просто. Мне кажется, предыдущие головоломки были посложнее. А, тут у нас чего? Ух ты ж, блин. Вот так вот это делается, но у меня не долетел шарик. Короче, типа, в теннис играть. Так, 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 берет разгончик. Катимся, катимся, катимся. Сходим. И как раз. Отлично. А, подождите, подождите, пропустил я, пропустил. Верните себе обратно, пожалуйста. Встаем, значит, на эту панельку и мчим наверх. Там вон сундучок есть. Сейчас заберем его. Как думаешь, отсюда допрыгнем туда? Опа. Вот так вот это, значит, делается. Что у нас в сундульке? Платок скалолаза. Скорость лазания повышена. Обычный с виду платок. На самом деле изготовлен по древней технологии. Он улучшает чувство равновесия, облегчая лазание по горам. Крутая шмотка. Дай-ка примерю. О-хо-хо. Йо-хо-хо и бутылка яблочного сока. Теперь я пират в доспехах. Кошерно просто. Я Джек Воробей. Еще вот эта вот фигулина висит так же, как у него. О, а там две бочки есть. И их можно примагнитить. Ай, нет, не бумеранг. Только не бумеранг. Придется за ним лезть. Я хочу забрать бумеранг. Он где-то здесь. Куда он упал? Блин, ну неужели он туда упал? Черт подери, надо было две кнопки перепутать. Ну капец. Чертовы бочки, лучше б я вас не заметил. Профукал бумеранг. Ладно, надеюсь я бумеранг еще раз найду. Нифига себе. Они капец какие тяжелые. Но я их поднять могу. Интересно, для чего эти бочки тогда? В общем, мы объехали гору. Осталось только спуститься туда вниз. И заметил там вон наверху святилище. Думал, может быть туда слазить, опробовать свою новую шапочку. Шапочку-вязочку джек-воробья. Но думаю, не. Слишком далеко. Так что, лучше давай спустимся вниз и поедем искать. О-о-о-о-о-о-о. Что это за фигня такая здоровая? Ходит живая еще. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Спрыг... Где? Где? Я не понял. Почему у меня заведение не сработало? Отчешуеть. Фея меня спасла. Дострельный, это ему в глаз. Вот так вот. Это бесполезняк. Капец, они заходили. Не, одно дело, конечно, это обездвиженную цель фигарить. А другое дело, это когда этот робот двигается. Офигеть, они как новые. Как будто только-только с конвейера вышли. Ладненько, теперь я знаю, что там бродит вон тот вот поучел роботизированный. Пойдем-ка ему попробуем надавать лещей. Значит, подходим к нему как можно ближе. Метимся. Прыгаем. Получи в глаз. Еще тебе нафиг. Ой, в лошадь свой попал. Беги, беги, беги. Вася, беги. Не, это бесполезняк. Он очень жесткий. Капец, какой жесткий. Мне надо, знаешь, куда попадать? Вот в его днище. Сейчас попробую с луком это сделать, конечно. Но не так, чтобы... А, стрелы закончились. Ну все, ну хана. Так, забраться я на него не могу. Только поднище его лупить. Либо уворачиваться, да? Ну давай, стрельни у меня. Так, я сломал себе щит. Не, без толку, без толку, короче, с ним бороться. Поэтому мы его просто пропускаем и бежим дальше. Вон она, та летающая птица. Мы ее сейчас с тобой наблюдаем, которую видели на фото. О, на конякуле кто-то. Здорово, перец. Ааа, помогите. Так, нужна помощь. Ты что, офигел? Матрица в деле. Рот открыл. Прямо в рот ему закидываем. Все, красава. Ну что, я тебя спас. Дашь мне денег? Ой, спасибо, что помог. Вот, возьми, пожалуйста. Защитная булка. Повышает защиту до уровня 1. Ммм, спасибо тебе. Не Рупи, конечно, но тоже сойдет. Пойду обратно в конюшню. Да-да-да, вали. Здесь опасно гулять. А мы заодно поедем вон в то светилище. Ух ты ж, нифига себе. Чуть мячик в жбан не прилетел, каменный. О, знакомый чувачок. Он же нам может сумочки расширить. Привет, Эсту. Снова ты. Я хотел попасть домой, в лес короков, но заблудился. В конюшне говорят, что это место называется Центральный Хайрул. А это означает, что лес короков к северу отсюда. Что ж, я пока здесь отдохну. Ой, погоди. Нюх-нюх. Узнаю этот запах. Это же корокские семечки. Тебе дали их деть леса. За корокские семечки я могу сделать твою сумку большей. Какое отделение увеличить? Давай-ка для оружия. Начинаем увеличение. Ну, а мы теперь направляемся к святилищу. Стальной мост. Светилище Вагу Ката. Видимо, все дело заключается в каком-то мосту. И скорее всего, нам нужно забраться вон туда. Ясненько. Давай будем туда как-то взбираться. О! Тут мы точно сможем залезть. Опа. Давай, моя шапочка для лазания. Покажи, на что ты способна. Ну, кстати, лазить я не намного быстрее стал. А, тут сундук спрятан. Янтарь. Ладно, получается, что нам теперь нужно вон ту часть примагнитить. Но это все не так-то просто, потому что я отсюда не достаю. Значит, нужно передвинуть вот эти блоки металлические. Начнем с нижнего. Давай-ка мы ее чуть-чуть вот так вот подвинуть попробуем. А потом и вовсе вот так вот сделать. Давай-давай-давай-давай, скатывайся. Есть! Вот таким вот образом мы ее ставим. Чуть-чуть опускаем. Эх, не получается пока. Ну-ка, есть! Все у нас получилось. Это цвятилище мы покорили. Кстати, давай посмотрим, что у нас находится за спиной. Похоже, что это какая-то конюшина. Еще одна. И тут у нас рисовальщик картин. По-моему, это тот же дед, смотри. И в этот раз он рисует вулкан. Значит, он, наверное, знает, где мне найти здесь место по фото, которое я ищу. А, это ведь ты нашел родник большой феи. Как интересно. Я вот тоже путешествую. Уже весь мир пошел. Так что, если тебя интересует какое-нибудь незнакомое место, спрашивай. Конечно, интересует. Вот это вот место покажи мне. Во, глянь. Где такое место? Хм. Это должно быть озеро Колома. Его причудливую форму ни с чем не спутаешь. А ну к западу отсюда. А на его западном берегу есть роща. Это место где-то там. Я там уже был. Сказочно красивое место. Спасибо, дедуль. Значит, мы с тобой двигаемся в правильном направлении. Наша логика нас не подвела. Ах да, я же еще хотел зайти внутрь. Посмотреть, что у них тут есть. О, квест. Поболтаем. Здрасте. Если отсюда пойти на север, то можно добраться до замка. Ты там когда-нибудь был? Ну, я в принципе оттуда пришел. Это замок Хайрул. Говорят, он был разрушен сто лет назад. Там должно быть много древнего оружия и всяких сокровищ. Как бы я хотел туда попасть. Прежде всего, ради редкого клинка из гвардейского снаряжения. Он мечта любого коллекционера. Вот бы хоть раз его увидеть. Но идти в замок очень опасно. Хотя странный туман и рассеялся. Монстров и машин там по-прежнему очень много. На твоем месте я бы туда не ходила. Оружие замка Хайрул. Сказал, на твоем месте я бы лучше туда не ходила. А я возьму и схожу. Опачки. Кажется, это рецепт какого-то блюда. Смотри. Как бы его прочитать. А. Там вот нарисована какая-то микстура и краб. Это рецепт с крабом. А что за микстура, фиг поймешь. Может быть это сфоткать надо? Не, даже на фотике приблизив. Я все равно не могу разобрать, что там написано. Ну и ладно. Блин, как же меня забавляют вот эти чуваки. Подходи, покупай. А, так это же торгаш. О, мы снова встретились. Наверное, это судьба. Что хочешь купить? Или может желаешь что-то продать? Конечно, хочу. Давай, во-первых, посмотрим, что у тебя есть. У тебя есть стрелы. Это надо взять. И лучше побольше, потому что стрела частенько кончается. Беру все. Все! То есть 20! Тогда это обойдет тебе 120 рупий. 20 стрел 120 рупий. А, не дешево, слушай. Ладно, у меня есть 245, давай купим. Давай-ка я лучше тебе что-нибудь продам. Во, рубин. У нас есть с тобой рубин. С того каменного голема. Так что давай два рубина ему продадим. И получим за них 420 рупий. Отлично! Большое спасибо! Есть еще что-нибудь? Не, больше ничего продавать не буду. Так что давай, пока. Приятное иметь с тобой дело. Надеюсь, мы еще увидимся. Блин, уютненькое такое место. Ух ты, смотри, топор какой. Надо его свистнуть. Он нам точно пригодится. Топор лица руба. Ладно, спасибо этому месту. Не знаю, за что, но спасибо. Мы помчали дальше. О-о-о-о-о-о! Ты глянь, что лезет! Красная луна! Сейчас все монстры, которых я поубивал, возродятся заново. Это плохо. Еще и стая летучих мышей меня преследует. Капец дикость. Давай-давай! Ай, тут... Черт! Фух. Ну, слава богу, меня с коня не свалили. Бешеная стая летучих мышей. Капец! Успел от них увернуться. Все, нам надо вниз срочно спускаться. Во время кроволуния монстры становятся намного сильнее. Поэтому лучше избегать с ними битвы. И смотри-смотри, что с землей творится. Земля начинает дымиться. О-о-о, все. Пошло-поехало. Давай-давай-давай, скачи! Скачи, не останавливайся на месте! Снова наступила кроволуния. Линк, будь осторожен! Я в курсе. Могла бы и не сообщать. Вот она, гора Близнецы. Вот она, фоточка. А вот мы. Нам надо еще подальше. Потому что на фотке вид издалека был на эту гору. Вот она! Вот она, это место. Мы его нашли. Нифига себе! Ты посмотри, там змей какой огромный! Офигеть! Подожди, 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 подожди! Ты видал? Смотри! Очешуеть! Какой он здоровый! Офигеть! И куда он ползет, интересно? Жесть! Вон он, вон он где ползет, смотри. Офигеть! Это ж дракон! Жуть! Все! Место мы нашли это! Получается, вот они. Да стой! Бррр! Вот так вот. Получается, вон они, две горы Близнецы. И руины. Давай еще раз посмотрим в альбом. Похоже? По-моему, похоже. Осталось только найти, где здесь точка воспоминания. Вот она! Вот она, эта точка воспоминания! Все, мы нашли. Отлично! Почти пять утра. И это самое прекрасное время, чтобы вспомнить. Ну и место тоже. Вспоминаем. Ну, как обычно это бывает. Я долго вспоминаю. Сейчас посмотрю в альбомчик. Вроде бы это место. Все похоже. Место на самом деле очень красивое. Я еще пришел в такое время. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Теперь идем в Горанград. Надо кое-что подправить в чудище, чтобы Даруку было легче им управлять. Двигаться-то оно двигается. Но нам предстоит еще столько выяснить. Это чудище. Оно было создано людьми. Значит, мы можем понять, как оно устроено и как его использовать. Мы просто обязаны во всем разобраться, изучить его до последнего винтика и пойти в бой. Если честно, Линк похож на ее брата. Линк, этот твой меч, он ведь особенный, я знаю. По легенде, он разговаривает со своим господином. А с тобой он говорил? Девушки отдыхают.